Всем привет! Добро пожаловать в наш первый грамматический воркшоп. Меня зовут Виктория. И сегодня мы уже научимся с вами представляться и рассказывать о себе. И поговорим мы с вами про глагол to be и про местоимение. Итак, как сказать про себя? Давайте я расскажу вам про себя. I am a teacher. Я являюсь преподавателем. I am a teacher. Меня зовут Виктория. I am Victoria. And I am 25. И мне 25. So now let's practice. Давайте попрактикуемся сразу же. Расскажите-ка мне, как зовут вас, какая у вас работа. A teacher, a manager, a director. А также скажите, сколько вам лет и где вы находитесь. I am at work. I am at home. Я дома, я на работе. Окей. Поставьте на паузу и напишите эти предложения про себя. Окей. Так. Теперь продолжим. Поговорим про нас. We – это мы. We are at home. Мы находимся дома. We are at work. Мы находимся на работе. You – это вы или ты. Вы. На самом деле в английском мы всегда обращаемся к человеку на вы. Да, поэтому you – одна общая форма как для множественного числа. Вы. Вот вас несколько. Так же и вы, как вы человек, да, которого я уважаю. You are Jane. Вы – Джейн. You are my friend. Вы – мой друг. Вы являетесь моим другом. Вы являетесь студентом. You are a student. Окей. You. Несколько человек, да? You are my friends. Да, вы являетесь моими друзьями. Обратите внимание, как мы образовываем форму множественного числа. Мы добавляем s к существительному. Об этом чуть подробнее было в введении в английский. И у вас тоже есть возможность посмотреть эти видеоролики. You are students. Вы – студенты. Опять-таки мы s добавляем, да, для того, чтобы сделать множественное число. You are students. He. He – это он. He is nice. Он милый, он хороший. Он является милым, да. He is nice. Он является умным. He is smart. Он является менеджером. He is a manager. She – это она. She is beautiful. Она красивая. Она является красивой. She is nice. Она милая. She is a student. Она является студентом. They. They – это они. They are smart. Они являются умными. They are students. Они являются студентами. And they are my family. Они являются моей семьёй. All right. Eat. Eat – это всё, что не люди. То есть, зверьки – это будет eat. A cat – котик. Это будет eat. Любые вещи. Любая вещь – это будет тоже eat. Table – стол. Это eat. A lamp – лампа. Тоже будет eat. Например, здесь у нас коробочка. A box. It is a box. Это является коробочкой. Она является большой. It is big. It is small. Она является маленькой. Итак, когда мы говорим про людей, мы говорим he или she, он или она. Всё остальное в единственном числе – компьютер, собачка, дом – всё это будет eat. То есть, в английском языке нет рода как такового. Есть только мужчина, женщина и всё остальное. Окей. Теперь давайте подумаем сейчас. Исходя из того, что мы только что узнали, какие формы глагола to be – быть – мы только что встретили. И с кем, какую мы использовали. Так, можно сейчас подумать, поставить на паузу, подумать. Я надеюсь, вы готовы. И сейчас мы обсудим это всё. Итак, для единственного числа, когда мы говорили «я являюсь каким-либо», «я нахожусь где-либо», я говорила «I am», «I am», «Виктория», «I am 25», «I am a teacher». Когда мы говорим про вас, мы говорим «you are», «you are», причём как для одного человека, так же и для нескольких. «You are students», «you are a student», «вы» или «ты». Для единственного числа «he», «she», «it» мы используем «из», форму «из». «He is a doctor», «she is a manager», «it is big». Это вещь большая. Для нас множественное число, для множественного числа мы используем только «are», получается, да? «We are», «мы являемся», «you are», «вы являетесь», «they are», «они являются». И здесь мы вдруг обнаруживаем, что в английском языке обязательно в каждом предложении будет глагол. Мы скажем, например, «я преподаватель», где глагол, а глагола нет. А в английском языке мы так сказать не можем, потому что в каждом предложении должен быть глагол. По-английски мы скажем «я являюсь преподавателем», «I am a teacher», «you are smart», «вы являетесь» очень смышлёными и умными. Alright, отлично. Теперь поговорим про утверждения. Несколько примеров с утверждениями, с глаголом «to be», который переводится как «быть», «являться» или «находиться». Поговорим про Симпсонов, наверное, знакомы с Симпсонами. Я являюсь Бартом, то есть меня зовут Барт. А здесь глагол «to be» можно сокращать, да, и за счёт того, что любой язык стремится к краткости и клаконичности, мы запросто можем сказать «I'm Victoria», «I'm twenty-five» и так далее. Или «I'm American». Вот каким образом мы сокращаем глагол «to be». Так, «you are my friend», «ты являешься моим другом». А «это мой отец», это Гамер, «he is Homer», «he is my dad». Здесь мы тоже можем сократить «he is my dad». Вот как сокращается «is», да, было «he is my dad», «he is my dad». Так, теперь про маму. «She is Marge», «she is my mom». Так. И про собаку. «That is a dog», «это является собакой», «it's my pet», «это является моим питомцем». Окей? Теперь поговорим про отрицание. Когда мы скажем, что что-то не находится там или не является этим. «I'm not Russian», «I'm not from Russia». Барт говорит «я не являюсь русским», «я не из России». Что мы сделали? Мы добавили частицу «not» после глагола «to be». «И получилось я не являюсь». «She is not my mom». Или короткая форма «she isn't my mom». «Она не моя мама». «We are not from Germany». «Мы не являемся из Германии», да? То есть мы не оттуда родом. «We aren't German». «Мы не являемся немцами». Так, теперь попрактикуемся. «Tell about yourself and about your family». Напишите несколько предложений про вашу семью и про себя. Из какой вы страны, да, кто является вашими родителями, как зовут ваших родителей и так далее. Поставьте на паузу, напишите сейчас несколько предложений. Окей. Alright. Thank you very much. Отлично. Теперь поговорим про вопросы. Итак, вопросы с глаголом to be. Как же нам задать вопрос? В русском языке всё просто. Мы просто меняем интонацию. Я учитель. Я учитель? Да ну правда, что ли? Он студент. Он студент? Вот и весь вопрос в русском языке. А в английском всё по-другому. В английском единственная возможность задать вопрос – это поменять порядок слов. Потому что в английском меньше окончаний. В русском языке всё понятно по окончаниям. А в английском нет порядок слов. Итак, как задать вопрос? Мы меняем порядок слов. У нас было предложение. Он является учителем. Берём «из» – являться. Переносим на первое место. И получается «is he a teacher?» Является ли он преподавателем? Они являются твоими друзьями. Берём «являться», берём «are», переносим перед «they». И получится «are they your friends?» Являются ли они вашими друзьями? «You are a student?» Вы являетесь студентом. Берём «are», переносим на первое место. И получается «are you a student?» Являетесь ли вы студентом? Окей, more examples. Ещё примеров. Am I your best friend? Являюсь ли я твоим лучшим другом? Yes, you are. Да, ты являешься. В ответе на вопрос мы как бы немножечко дублируем то, что нас спросили. Мы, по сути, используем даже практически те же самые слова. Да? А если нас спросили, являюсь ли я твоим лучшим другом? Мы ответим «yes, you are my best friend». Да? Ты являешься. Are you my teacher? Являетесь ли вы моим учителем? Yes, I am. Да, я являюсь. Или по-русски лучше звучит «да». Да, это так. Да, это верно. Yes, I am. Так. Is she your mom? Это твоя мама? No, she isn't. Нет, это вообще-то не моя мама. She isn't. Итак, формы глагола to be, которые мы только что встретили в утвердительном предложении. Полная форма звучит как I am, короткая I'm. You are, вы являетесь. You are. He is, он является, короткая his. He is a doctor, например. She is a teacher. Она является учителем. She is a teacher. It is nice. Это мило. Это является милым. It's nice. We are friends. Мы являемся друзьями. We are friends. Мы являемся друзьями. Да, короткая форма. We are. They are friends. Они являются друзьями. They are friends. Да, короткая форма. Для отрицания мы прибавляем частичку not после глагола to be. Например, I am not a doctor. Я вообще-то не врач. Я не являюсь врачом. You are not a doctor. Вы не являетесь врачом. Или короткая форма. You aren't a doctor. You aren't a doctor. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Так. Для вопроса. Как мы построим предложение? Мы поменяем порядок слов. Потому что это единственный вариант для нас задать вопрос. Поменять порядок слов. Именно так все работает в английском. Итак. Являюсь ли я милой? Милый. Am I nice? Являетесь ли вы милыми? Are you nice? Является ли он учителем? Is he a teacher? Является ли она врачом? Is she a doctor? Является ли это большим? Is it big? Являемся ли мы студентами? Are we students? А являются ли они друзьями? Are they friends? Видите? Мы задаем вопрос через порядок слов. Теперь можно перемотать в начало объяснение этой части и повторить все это вслух еще раз вместе со мной одновременно. Окей?